Я вас приветствую в аэропорту Екатеринбурга. И сейчас все ранее, ранее утро. Спасибо большое, потому что лечу я на обучение. Решу вас взять с собой. Переды три насыщенных дня. Суббота, воскресенье и понедельник. Чуть позже я расскажу, почему я здесь еще на понедельник, а не, как всегда, уезжаю в воскресенье. У нас сейчас получается полседьмого утра, а в Москве было пятого. И это мне очень на руку, потому что как раз в 20 часов я лечу и прилетаю ко времени, когда у меня начинается учеба. А учеба у меня начинается с девяти. У меня сейчас до учебы часик есть. Я присела в парке. Такие эмоции непередаваемые. Как будто, знаете, снова на минус пять лет назад, когда я поступала в университет. Только сейчас я понимаю, что я действительно изучаю то, что мне интересно. Потому что после школы это было что-то такое, так, мне надо куда-то поступить, потому что надо. Ну, надо же. Всем надо. И мне надо. Ни в коем случае не обесцениваю тот опыт. И вернувшись даже в прошлое, была бы у меня машина времени, я поступила бы точно так же. Университет мне дал очень мощное воспитание себя самой, то есть какую-то дисциплину. Я повзрослела очень сильно. Но это не равно тому, что я получила знания, которые мне нужны, мне интересны. И вот это сейчас абсолютно противоположное, когда ты уже в осознанном возрасте действительно выбрал то, что тебе нравится и углубляешься в эти знания. Я думаю, многие со мной согласятся, что в данный момент времени очень важно себя чувствовать уверенно и независимо. И вкладывать в себя свои знания, в обучение, это, наверное, одно из самых лучших решений. И в тему нашего разговора хочу вас познакомить с онлайн-школой дизайна Contented. Мне кажется, многие слышали из моей аудитории, потому что вообще сфера дизайна сейчас одна из самых популярных, трендовых, актуальных. Это школа от экспертов в сфере дизайна, которые поделятся с вами своим опытом. Хороший дизайнер сейчас нужен абсолютно в любом бизнесе. Даже в нашумевшую сферу IT можно попасть без навыков программирования, имея навыки дизайна. Один из фундаментальных курсов школы сейчас – это графический дизайнер от нуля до уровня PRO, где вы погрузитесь сразу в пять ключевых направлений – айдентика, упаковка, моушн, 3D и веб-дизайн. И станете универсальным специалистом. Очень классно, что 80% курса состоит именно из практики. Сейчас даже обучаясь на инструктора по йоге, я невероятно это ценю. Именно практические задания, потому что теорию можно листать хоть сколько, но пока ты это не применяешь, ты это не проживаешь, ты это не умеешь, можно сказать. И кто у меня из группы студенты, они поучились даже в школе Индии, где-то еще. Я не обесцениваю ни в коем случае другие школы. Но они вернулись сюда за практикой, потому что здесь ее много. И возвращаясь к школе дизайна контента, у них очень много практики. Во время обучения вы выполняете около 20 работ, вы работаете на настоящих брифах от заказчиков и прямо сейчас практикуете то, что узнаете. А вишенкой на торте в этом курсе станет возможность пройти стажировку в креативном агентстве RedKids, после которой в резюме уже можно будет написать про свой опыт. Просто посмотрите, какие работы ребята делают на первых этапах. И отзывы о курсе говорят сами за себя. Так что, если вам интересна тема дизайна, у меня тут музыкальное сопровождение, то обязательно переходите по ссылке в описании и используйте мой промокод PASNOVA, который, внимание, дает скидку 45% на обучение. Успехов вам, успехов мне, потому что я тоже поехала. Как будущие инструкторы и преподаватели мы изучаем йогу с разных плоскостей, учим анатомию, знакомимся с философией и историей йоги, отстраиваем асаны на практике и погружаемся в педагогику. И сказать, что мне дико интересно, это не сказать ничего. У нас тут есть такой выход на крышу, потому что ты весь день вроде находишься в зале. Хотя бы в перерыве хочется подышать свежим воздухом. Вот можно выйти сюда. Все, я точилась на сегодня. Иду встречаться с сестричкой своей. Где-то она здесь на мосту меня должна была ждать. У меня здесь рядышком отель на две ночи. Кто-то дам эту кошку. А у нас итальяно вечер. Что у тебя есть? У меня есть еда. Болтаем по душам. По душам, как я говорила в детстве. По душам. Я бабушке говорила, пойдем, бабушка, по душам поговорим. Подождите, а все говорят наоборот, ловкость рук, никакого мошенничества. Я говорю магия. А у нее есть магия, да? Да. Скажите стоп. 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 Вы взяли эту марту, запомните ее, выберите. Скажите стоп еще раз. Стоп. Стоп, положите вот сюда сверху вашу карту. Я и не смотрю. Еще раз не скажу вам. Вы тоже запомните. У нас есть публика. И уберу в любое место, куда вы просто покажете пальчиком. Вот сюда. Забегайте ему в колоду своей рукой. Чего еще раз? Как же она здесь оказалась? Магия. Ну вот, что это за карта? Валет. Валет? Разве? Один я опять же убираю себе, а второй я убираю вам. Сажмите его так же крепко и переверните. Я делаю такое движение, да? Чаучок, посмотрите. А теперь я думаю просто не свою руку и мой шарик растворится. Но он же не мог никуда раствориться. Он вот здесь лежит? Нет, нет, он не в цирке лежит. Он лежит уже у Анастасии. Не может быть. Тогда тот же лежит. А, вы изначально два положили? Я же показывал, один себе убирал. Возьмите, посмотрите. Валет Пик. Валет Пик, да? Очевидно. Не, я вас обманываю. Это король крестик. Вот Валет Пик. Возьмите, покажите всем. Вот Валет Пик. Я наконец-то доползла до кровати. По нашему уральскому времени сейчас уже первый час ночи. Но не сказать, что я очень хочу спать. Я скорее хочу с вами поделиться впечатлениями сегодняшнего дня. Вообще наверняка у вас сейчас будет вполне логичный вопрос. Почему инструктор по йоге? Как я вообще к этому пришла? Что за идея такая? Кто-то, кстати, из моих зрительниц прислал мне отрывочек из видео. По-моему, год назад мы с Денисом снимали. Может быть даже раньше. Завтрак свидания. У нас с ним было видео. И мы отвечали там на вопросы. И вопрос один из был. Кем бы ты себя видел? Кем бы ты мог стать, если бы не твое дело сейчас? И тогда я как-то все равно отдаленно немножечко от себя сказала. Ну вот если прям представить, ну может быть инструктором по йоге. Я даже иногда думала реально, что если, например, мне все взбесит, я не захочу больше вести блог. Я отучусь на инструктора йоги и буду собирать классы йоги. То есть уже тогда у меня были вообще зачатки какие-то, идеи как таковой. Ну, как минимум, йогой я занимаюсь уже пять лет сама. То есть интерес у меня давно. Вот конкретно это обучение мне далось очень спонтанно. У меня была одна бессонная ночь. У меня бывают такие ночи, когда как будто бы вселенная приоткрывает какую-то дверцу к миллиону идей. И ты такой, надо записывать, я не могу спать. Мне просто надо писать, мне надо воображать все это в голове. И это безумно вдохновляющие ночи, после которых, кстати, день нормально абсолютно проходит. То есть это бывает очень редко. И этой ночью, как сейчас помню, может 10 число, 10 апреля, мне приходит мысль, что я хочу обучиться на инструктора по йоге. Я хочу быть уверенной в том, что я делаю конкретно для себя, чтобы это правильно делать, чтобы углубить свою практику. Потому что одно дело, когда ты знаешь несколько асан, их чередование, и ты для удобства делаешь их в качестве разминки дома. Ты знаешь, как построить себе практику. Но в этом во всем мало развития. Ты как бы делаешь одно и то же. И ты глубоко это все равно не знаешь. Потому что йога, это далеко не про коврик. Это далеко не про асаны. Не только про асаны. Из восьми ступеней йоги одна из них, всего одна из них, это асаны. Плюс наверняка, не буду врать, меня смутило. Мягко сказать, смутило. Вот это переменчивое время, которое сейчас происходит. Не то, чтобы я поставила под сомнение вопрос вообще моей онлайн деятельности. Я имею в виду ведение блога. Здесь даже не имеет смысла переживать. Мне это очень нравится. И в какой бы соцсети я бы не представляла себя, я бы туда органично влилась. Я так чувствую. Конечно, было тревожно за всякие вот эти звоночки YouTube, наши запрещенные экстремистские сети и так далее. Но нет такого прям страха, что все это закончится, накроется и что-что-что тогда. Но, тем не менее, внутри было ощущение, что я что-то хочу оффлайн. Потому что весь день проводить у ноута, а монтаж, собственно, если вы вдруг не знаете, монтаж происходит долгими часами. Особенно, если взять, например, влоги. Влог из Мексики я монтировала два месяца. Целый день втыкать в ноут, чтобы однажды выложить и быть довольным. Для меня это кайф. Но когда все-таки есть какой-то баланс с оффлайн-жизнью тоже. Потому что человеку нужен человек. Именно поэтому я хожу на барабаны оффлайн, а не как-либо там еще иначе. Хотя, не знаю, как вообще возможно онлайн ходить на барабаны. Точно так же я хожу на практики йоги тоже оффлайн. И мне захотелось обучаться в среде, которая не онлайн. Мне хотелось окунуться в атмосферу людей. Людей, которые близки мне по интересам. И я начала искать по России, где можно пройти лучшее обучение. Я так и ввела, если честно, лучшее обучение на инструктора по йоге в России. И, конечно, я не могу сказать, что место, которое я выбрала лучшее. И мне кажется, так нельзя вообще сказать ни про какое-то конкретное место. Это будет неправильно. Потому что можно везде найти что-то свое. Но, в общем и целом, я точно для себя поняла эту ночью, что это не Екатеринбург. Далеко не Екатеринбург. И, в любом случае, за лучшим обучением мне надо будет летать в Москву. И так получилось, что я нашла обучение заочного формата. Это когда ты летаешь только по выходным. Поговорила с Денисом. Очень рада и благодарна ему за такую адекватную реакцию. Но потому что все-таки каждые выходные не проводить время с семьей. А для нас это самое семейное время выходные, разумеется. Сегодня было очень интересно обучение. В принципе, как и все дни до этого. Я безумно рада погружаться. И потом иметь возможность делиться с моей онлайн семьей такой частью своей жизни. Скорее всего, это будут какие-то записанные мной практики в будущем. Утренняя практика для разогрева, для новичков. Силовая практика, динамическая практика. Я не знаю, во что у меня это выльется вообще. Но, чувствуя по запросу от вас, когда я делюсь в Телеграме, я вижу от вас большой интерес и мне это очень приятно. А завтра прилетает Люба. Моя интернет-помощница, можно сказать, онлайн-помощница. С которой мы познакомились пять лет назад. Она была со мной с самых-самых-самых низов. Не знаю, у меня было 15-20 тысяч подписчиков, когда она мне первые написала. Говорит, Саша, давай я буду тебе помогать ввести твою группу ВКонтакте. И с тех пор и наши отношения очень укрепились. Мы сблизились, подружились. И она, собственно, поменяла свою должность, если так можно сказать. И стала моей просто помощницей, онлайн-помощницей. Она из Минска, из Беларуси. И она прилетит, зная, что я прилетаю в Москву, она прилетит сюда всего на сутки повидаться со мной. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Мне очень на руку сыграло московское время, потому что проснулась по местному я в 5, даже первый раз, если честно, в 3 утра. У меня уже четкое было ощущение, что я проснулась, что мы будем начинать новый день. Но шторы blackout здесь, и они дали мне дальше поспать хорошо. Мне Денис так много видео присылает из деревни. Это так тепло. Как дела? Мы в деревне. Я уже пописела, покакала. Маленько йогурта поела. Данька, мы тебя целуем, любим. Надо снять маску, пока мы не испугались. Привет! Юся, привет, солнышко. Как у тебя дела? Нет, зайка, я сейчас в Москве. Мяу? Мяу. Мяу. Хочу вам представить нашу форму. Нам в институте подарили форму. Я похожа на телепузика сейчас. Кто помнит телепузиков? Вот я похожа на По, потому что он красненький был. Я сейчас выхожу на завтрак. Нам каждый раз говорят, плотно не завтракайте, потому что мы начинаем как бы с практики. Каждый раз мы начинаем с практики, такой очень мощной. Если ты хорошо, плотненько поел, то не очень тебе будет комфортно. Я думаю, почему так тихо? Почему вообще ни человека, никого нет? В воскресенье 7 утра. Вот, наверное, почему. И погода прям шепчет. Я смотрела по прогнозу. Должен быть дождь. Ливень такой. И сегодня, и завтра. Как раз наши дни, когда мы с Любой. Но пока. Все прекрасно. Такая милая здесь уютная верандочка. И никого нет. Завтрак в одиночестве будет. Я еще заказала горячее. Поехали. 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 добро пожаловать к нам домой на эти два прекрасных дня я делаю вид что я снимаю кроссовки хотя только что их надела и мы заходим в ванну здесь мы наводим марафеты так говорю как будто мы здесь уже живем очень долго а смотрите окно вариант для очень смелых людей дальше как Люба сказала у нас идет бизнес диван кожаный смотрите какая классная штука вчера Настя мне подарила точнее это не мне это Еве я вам как-то рассказывала уже что у нас система мотивации чистки зубов с микробами как раз таки Денис их сам распечатывал Ева потом их вырезала и это была такая на коленках история мы не знали что такое продается реально то есть здесь есть зубки которые ты наклеиваешь как наклейку на понедельник вторник среду четверг и награда за неделю обалдеть моя кровать кровать Любы и самое прекрасное место в нашем номере это балкончик здесь чай очень классно вот так вот сидеть так пить ножки положить и вот с таким видом это канал это не Москва-река Москва-река следом идет а здесь Вика я тебя люблю я чутка не до блогер потому что забыла о существовании камеры на этот вечер мы завтра запишем адекватное видео сейчас мы просто гуляем и Люба мне сказала давай я тебя запишу как ты красиво идешь здесь поэтому смотрите кадр как я красиво иду я купала? да у нас подарунки знаете что это значит? подарки? да журавинка цукерки цукерки это конфеты? цукерки цукерки да салонки поцелунки белорусской природы салонки поцелуй белорусской природы да да как мило у тебя не вид посмотри ты подарок а вот еще вот это вот это вот еще почитай и попробуй перевести микроэлементы калий йод магний фосфор железо натуральный лосунак лосунак выключной вортасцы господи боже натуральный лосунак да 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 это как будто бы как сладость шоколад нет это как сладость но синоним а вкусняшка ну да да вкусность типа да какая-то да выключной без исключенной исключительной исключительного качества да ворастасцы ворастасцы вортости как ты думаешь что это банка с вареньем это в стеклянной емкости но это не банка с вареньем конфетка такое для вы мед свеча да да я ее сделала на мастер-классе она с уникальным ароматом а здесь еще есть короче подставочка но это не я ее делаю она просто красивая она будет трещать потому что у нее деревянный фитиль ооо как это мило она сама ее делала очень да можно прийти на мастер-классе сделать любой любовь да и последний подарок а ты его знаешь у меня такое точно такое же есть я тебя показывала на видео когда мы созванивались аксессуар сережки ой как красиво я такое очень люблю золото и жемчуг ну господи ну что ты знаешь что ли соколов а у нас соколов у нас романтика балконная белорусские конфетки мы попали в джунгли посмотрите какая красота это оранжерея у нас как раз сейчас там пошел дождик на улице мы нашли цветок который есть мух мух а 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 я должна показать эту конструкцию стул стол перевернутый и между ножи каким-то образом фиксируется стекло на это стекло и сейчас поставлю телефон обопру его на бутылку мы будем снимать 115 комментарии какие впечатления о саша в жизни и в интернете тоже так же потом я о тебе потому что представьте у меня все впервые в жизни что ты сначала познакомился с человеком онлайне общался и работал с ним на протяжении 5 лет да и был такой коннект и было комфортно всем а потом ты встречаешься то есть наоборот все как бы это да ну мне кажется я не заметила какой-то разницы да потому что у нас были с тобой видеозвонки мне обычно слышать твой голос вживую не да 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 не поставишь на 2x такая ну сейчас про балаболит но у меня абсолютно такие же у нас вроде как рабочие отношения но при этом мы все равно интересовались всегда подробностями да жизни наверно от этого я тоже привыкла к твоему темпу к твоему голосу к твоей подаче и в целом вообще никакой разницы нет с чего вообще началось в нашем контакте? почему ты его вообще написала? ну ты в своем каком-то видео сообщила о том что ты хочешь ввести в группу да группу вконтакте если честно я не сильно об этом думала да и как то просто написала мне нужен был человек я поняла что я уже сама не успеваю репостить что-то да то есть видео на youtube выходит плюс какие-то посты у меня честно скажу был вообще шок в тот момент это была моя аудитория 15000 подписчиков что кто-то готов добровольно безоплатно делать работу определенно все равно это публикация постов там написание их какие-то фотографии вместе музыка ну в общем там много взаимодействия было с аудиторией через год такой работы там канал вырос значительно прям было вот как раз это тот активный год когда канал сильно подрос а у меня наоборот возникла потребность в помощнице это именно онлайн по проектам по рекламным сообщениям потому что когда к тебе приходит там куча запросов за день рекламных первые два там не знаю ты такой боже мой как вот это ответить как это и ко всем ты подходишь как-то креативно что-то такое предлагаешь потом у тебя просто от количества конечно тебе нужен уже отсев автоматические сообщения какие-то ну в общем человек я предложила Любе такую работу и это уже конечно с оплачиванием ты такая расслабленная как будто ты с мамой разговариваешь ты мой сладкий тяжело ли совмещать дружбу и работу о прикольно наверное если бы мы прям были оффлайн подругами прям знаешь вот такие что каждый день уходим домой там у нас все-все-все мы прям ежедневно обсуждаем и мы были изначально подругами а потом работа было бы очень сложно я вообще если честно не поддерживаю ситуацию где в работе у тебя есть друзья родственники это вот сразу либо то портится либо другой а у нас получается я бы так сказала теплые отношения на фоне работы да? но при этом когда была возможность встретиться я не знаю для нас это век такой как будто из фильма вот этот человек он где-то находится я не знаю вот где-то вот там мне кажется это произошло именно потому что мы левки на патион ну да ты знаешь не создаем каких-то там сложностей можно же было сказать у меня куча дел ну вообще ты человек из другой страны пригодил типа на один день ну знаешь и ты дольше летела чем я здесь да 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 это так смешно у Любы билет дешевле стоит она летела меньше по длительности чем я тяжело ли работать с таким крупным блогером да? тяжело? я думала ты спросишь хорошо отвечай давай давай мне кажется мы как-то начали работать ты не была таким крупным блогером ну у тебя не особо на этом разбиралась да я тебе вчера говорила что у меня не было такого какого-то фанатизма да никогда не с какими людьми были ли какие-то ощущения что никогда ни у кого не задавала такой вопрос реально что у меня например звезда или что я за если бы тебе это было я бы с вами общалась а у меня был фильтр ну мне кажется это порождает негатив ну сто процентов строго ли Александра в работе? вообще-то она дева в этот раз это что-то значит конечно девы они особенные ну кто шарит в этом ну-ка объясни объясни скажи они такие перфекционисты им нужно чтобы было все по полочкам но мне кажется это порождает какую-то ответственность наверное осознанность то что ты делаешь для чего ты это делаешь да? если бы вы салтали болтали то не было бы такого результата Саша не было ли страшно доверить такую ответственную работу человеку которого никогда воочию не видела и здесь у меня наоборот ответ больше к тому что является альтернативой такого вот ну помощника теплоход на который мы хотели пойти он идет по этому каналу тоже обычно крупным блогерам начинают писать агентства самые разные типа давайте мы вас возьмем под свое крыло типа продюсируют блогера он даже действительно может ему чем-то помогать в плане съемки предложений бла-бла-бла-бла-бла но для меня это сразу же было моментом ограничения не знаю такой я человек что когда я знаю что у меня есть какой-то условно говоря важный человек который мне диктует какие видео я должна снимать какая реклама должна не должна выходить наверное блогерство для меня тем и ценно что я выбираю что и когда делать сама и от этого кстати мне хочется быть еще более системной поэтому мне хотелось простого вот реально простого человека смотри кто написал я помню Любу она же вела твою страничку вконтакте я очень любила и участвовала в конкурсах делала коллажи видеоклип и даже на хэллун макияж делала это девочка не Саша зовут? Елена очень рада что вы встретились представляешь кто-то так долго блин это так мило задумалась и Люба о том чтобы начать вести свой канал очень интересно никогда ты когда-нибудь хотела стать блогером? нет это вообще для тебя чуждо ну знаешь у меня была такая идея недавно она возникла что если мне придется уехать и я там буду одна я буду записывать свою жизнь разговаривать с телефоном как мы сейчас летим ага ну вот тактикуем собственно давай это силу чтобы мне не так скучно было а потом с этими видео мне кажется это крутая типа тема всем понравится смотреть просто чтобы с кем-то познакомиться может там например в этом городе кто-то из такой тоже есть хочешь я тебе покажу йоговское дыхание которое успокаивает какое рекламное предложение было самым странным в целом вот если так обобщить может мы сейчас что-то вспомним конкретно но нас обеих очень бесит когда нас ограничивают сильно ну то есть Люба это прям тоже сама чувствует она прям такая не ну они вообще душнилые ну когда тебе приходит бренд и он говорит у нас есть вот какой-то бренд какой-то ТЗ ну ТЗ это техническое задание то есть то почему я должна ориентироваться чтобы снять например рекламу и там столько подробностей столько ссылок столько например это важно сказать а еще упомяните это и еще прям готовый текст который супер ненативный да да и такие конечно отстраивают ребята потому что свободнее ты себя чувствуешь когда тебе говорят вот продукт покажите его вот как чувствуете и тогда аудитория это тоже конечно же почувствует ну ты знаешь такие бренды зачастую возвращаются бренд да зачастую они потом говорят блин классно с таким приятно общаться ты сейчас обалдеешь а что мы любим я в шоке какой же мир тесный когда-то давно мы были знакомы с Любой еще тогда в школе учились Любе большой привет б-м-о-о-э спасибо это что твоя школа? это твоя школа кто это написала? Дарья да я ее знаю мы с ней были на слете юных спасателей пожарных ну немного о Любе какие сложности у вас двоих были в работе? ну был момент мы тоже вчера когда я была более строга наверное короче я очень люблю когда ну типа я сама внимание обращаю на то как например я пишу текст чтобы были там запятые буквы хотя вот для многих это вообще не самое важное ты знаешь это кажется ну не важно я кайфую от того когда нет ошибок ни орфографических ни грамматических да я была в какой-то момент мне кажется что немного строга и у меня не было может быть опыта как с человеком ну вообще более мягко и спокойно ему объяснить как мы будем отвечать в каком порядке то есть я просто как будто требовала от тебя да например здесь надо было пробел ну что непонятно нет понимаешь вот ты говоришь ты была строга я не считаю например это да мне кажется вот этот вот период если бы его не было то вообще бы сейчас ничего не было потому что вот для меня если честно когда мне пишут рекламное предложение и там четкие пробелы абзацы орфографически правильно у меня сразу плюс 100 уважения к компании и мне уже намного более охотно посмотреть все что это как это сделать им если что какую-то скидку по блажку а если там куча ошибок они вдруг начинают писать голосом например слушайте а александра может ты такой привет когда нибудь отказывали рекламным предложением ну вот скажи примерно какой у нас процент отказов какой у нас процент соглашений ну да у нас наверное 98 процентов отказов тебе же хочется сделать какое-то видео которое тебе нравится да мы же никогда не подбираем видео под рекламу нет это мне кажется самое важное и комфортное на самом деле это работа на будущее то есть долгосрочная более потому что когда опять же про рамки о которых я говорила это те же самые рамки в которые ты себя загоняешь сам и очень часто блогеры таким образом сдуваются через какое-то время потому что уже вот этот запал когда они сами когда-то снимали видео а вот идея такая мне нравится сколько она стоит я хочу это реализовать буду ночью монтировать и вот эта энергия она чувствуется всегда чувствуется аудитория я хочу кушать давай мы тебе воздухом подержим покушай на балкон ты умничка у нас последний ужин правда мы его уже съели и у нас десерты Люба посмотрите какой красивый но это правда это какой то шедевр я уже просто рекламирую третий раз кофеманию мне кажется но это очень очень классное заведение и мы ходим только сюда тебе понравилась москва да насколько мы ее ну круто за сутки всего всего сутки да это было знаешь как то из желаний это не какая то экскурсия когда ты бегаешь за какой-нибудь женщиной которая тебе все рассказывает ты ничего не понимаешь ничего не вспоминаешь да ты здесь пошел куда ты захотел посмотрел что-то несколько раз Классно, мне очень нравится Это называется sharing music Класс, я такой видеорежиссер Параллета Получай Пробовала? Аргемент Параллета Субтитры Параллета 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 Ну, блин, нарвиться прям надо Они такие мягкие и непривычно Это для детей же Это первый опыт А вот написано, как Макве нас складывает А там даже чехольчик у него есть Мы идем на крышу Крыша детского мира Первое впечатление Начинаю! И сушу я Мама, а ты не запугаешься от того, что я в руке? Нет, я не пугаюсь, мне очень нравится А я из Москвы барабанчики тебе принесла, ты это знаешь? Ну да, не знаю Знаешь? А пони где твои? Знаю Знаешь, ты такое? Стоп Не знаю Это пистолетик водяной Мы сюда будем набирать воду внутрь Я когда была маленькая, у меня такая же была Только пистолетик И вот так вот нажимаешь кнопочку И отсюда у динозаврика идет вода вот так А это татуировки Знаешь, что это такое? Это когда ты вот такую штуку можешь на тело прямо сделать У тебя здесь будет татуировка Это что? Это планшет для рисования магнитом Маленькие магнитики, да, вылезают Переверни петушок мне стороной красивый Да, 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 вот это Прошло 15 минут Ева, покажи Это кто? Скай Да А там кто у тебя? Эверест Эверест Татухи, скажи татухи Татухи И барабан Больше всего Еве, конечно, понравился барабан Ой, кстати, сзади тебя плакат Я сейчас вместе с вами в инстаграме разбираю разные асаны И если мы их разобрали, их вот так вот нужно монеткой делать цветными Сейчас они все серенькие, а потом становятся цветными Ну все, девочка, скажем всем пока Пока